Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Накануне глава Республики Рашид Тимрезов в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Глава региона поблагодарил министра за оказанную республике помощь, особенно за бригаду врачей из Башкирии, которые уже почти месяц трудятся вместе с нашими докторами в ковид-госпиталях республики. Благодаря новым машинам скорой помощи тоже были решены многие вопросы с оказанием оперативной медпомощи гражданам, особенно в сельской местности. Рашид Тимрезов проинформировал министра о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. В последнее время мы наблюдаем ее ежедневную стабилизацию. Сейчас республика находится на первом этапе снятия ограничений, но основные санитарно-эпидемиологические ограничения для граждан по-прежнему сохраняются. Договорились с Михаилом Альбертовичем о дальнейшем взаимодействии. Глава Карачева-Черкесия обозначал основные проблемные вопросы существующие в сфере здравоохранения региона федеральному министру. Стороны договорились, что в ближайшее время специалисты Минздрава России помогут нам провести тщательный анализ региональной системы здравоохранения и определить приоритетное направление, по которым будем совместно работать. Рашид Имрезов также обратился с просьбой поддержать в строительстве новой республиканской инфекционной больницы. Еще в одном вопросе заручился поддержкой министра о выделении дополнительных квот в федеральных медицинских вузах для абитуриентов из Карачаево-Черкесии. И в вести из оперативного штаба Карачаево-Черкесии. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3730. Из них выздоровели 1673 человека, госпитализировано 438. Сегодня в Общественной палате республики прошел круглый стол на тему самоорганизации и взаимопомощи в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Его участники – общественные некоммерческие организации Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестана – обсудили вопросы эффективного взаимодействия с органами государственной власти в субъектах Российской Федерации. А также поделились своим опытом в этой области. Благодаря режиму видеоконференц-связи в работе круглого стола был заслушан доклад директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирины Мерсняковой и других заинтересованных лиц. Тема сегодняшнего круглого стола в особенности касается опыта взаимодействия некоммерческого сектора с органами государственной власти в едином порыве с едином планом оберечь население нашей республики, как можно эффективно поворотить пандемию. И на наш взгляд в большей степени это взаимодействие удалось у нас, благодаря в том числе и органам государственной власти нашей республики. Для нас, для всех это было тяжелое испытание и для населения, и для гражданского общества, и для органов власти. Для системы здравоохранения это было такое испытание на прочность. На сегодняшний день я с гордостью могу сказать, что мы это испытание выстояли. И благодаря чему? Прежде всего, благодаря консолидации усилий и тому, что общественность, гражданская инициатива, все подключились к решению этой гуманитарной проблемы. К судебным приставам, как в поликлинику, личный прием граждан после спада пандемии начали в Управлении Федеральной службы судебных приставов в Карачаево-Черкесии. Для профилактики распространения коронавируса судебные приставы приглашают граждан на личный прием только по предварительной записи на сайте ведомства. Это сделать легко, особенно тем, кто овладел сайтом госуслуг. Граждане могут обозначить свою проблему, выбрать нужного пристава, как любимого врача в поликлинике. Далее выбирается желаемый день посещения службы судебных приставов и даже можно выбрать удобное время. Со словами «добро пожаловать на личный прием» приставы просят граждан не забывать о мерах профилактики коронавируса. Обязательно должны быть перчатки, маска защитная. В случае, если с собой не имеется, на первом этаже здания управления Федеральной службы судебных приставов выдаются все необходимые меры индивидуальной защиты. Бесплатно? Бесплатно. Федеральная служба и безопасность Российской Федерации на территории Карачаева-Черкесии задержаны пять активных членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения от Такфир Вальхаджра, Хиджра, Такфириты вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы, институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства-халифата. По адресам их проживания и конспиративных оборотов сборов обнаружено и изъято 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций, радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами боеприпаса, к нему обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие. На основании собранных материалов Федеральной службы безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Задержанные дают признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники МВД по Карачао-Черкесии совместно с региональным управлением ФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Черкесске задержали двух местных жительниц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Женщины 33 и 39 лет были задержаны правоохранителями в момент оборудования закладки тайника на улице Первомайской Республиканского центра. У подозреваемых изъяли 9 свертков с веществом, которое является синтетическим наркотическим средством. У одной из них обнаружены еще 40 полимерных свертков черного цвета, которые изъяты у закладчиц в ходе личного досмотра, а также фасовочный материал, иные предметы, которые станут вещественными доказательствами преступной деятельности. Впоследствии в ВСЖГУТЕ и карачаевские из тайников закладок, оборудованных женщинами, правоохранители изъяли еще 50 доз наркотического средства. Установлено, что наркодилерши на территории Крачево-Черкесии успели соорудить более 150 закладок. Обе женщины являются членами межрегиональной преступной группы, специализирующейся на бесконтактном сбытии наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Необходимый товар они получали партиями, выезжая самостоятельно на таксистов в сопредельные регионы. Затем фасовали разовые дозы у себя на квартире и далее распространяли путем осуществления закладок. В ходе проведенных неотложных обысковых мероприятий в квартире у одной из задержанных было изъято 40 полимерных свертков с наркотическим средством, предназначенных для сбыта. Следственным отделом УМВД России по городу Черкесску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обе фигурантки задержаны. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 14-19, днем 30-35, выше нуля. Местами сильный дождь с грозой, градом и шквальстым ветром до 23 метров в секунду. В горах ночью до плюс 13, а днем до плюс 27. В Черкесске ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Температура ночью плюс 17-19, днем 33-35 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасминэлиттекстиль09». Продолжаем выпуск. Сегодня по всей стране выпускники общеобразовательных учебных заведений сдают единый государственный экзамен. В Карачаево-Черкесии в этом году почти 2000 выпускников. В организации экзаменов задействовано около 1000 педагогов. Из-за пандемии ЕГЭ проводится позднее, чем обычно, и имеет свои особенности. Как проходят выпускные экзамены, узнавала наша съемочная группа. Подробности расскажет Мураджан Кезов. В этом году ЕГЭ не является обязательным. Его сдают только те ученики, которые собираются поступать в ВУЗы. Экзамены проходят с обязательным соблюдением мер против распространения коронавируса. Пункты проведения предварительно продезинфицированы и оборудованы дозаторами с антисептиками. На входе дежурят медики. Они проверяют температуру школьников и организаторов. В первый день выпускники сдают экзамены по литературе, информатике и географии. Единый государственный экзамен в этом году проходит в непростых условиях, в условиях распространения коронавирусной инфекции. Поэтому на нас особая задача и ответственность – это провести экзамен в безопасных условиях для всех участников проведения единого государственного экзамена. Поэтому соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологического характера и нормы. На экзамене присутствуют и общественные наблюдатели. Они находятся не в аудиториях, а в коридорах, зонах прохода и штабах. В кабинетах участников рассаживают на расстоянии в полтора метра. До начала экзамена остается несколько минут, волнение нарастает. Немного нервничаю, а так на декабрьском сочинении больше нервничаю, чем на ЕГЭ. Просто хочется, чтобы это уже закончилось поскорее, и я ушел отдыхать на лето. Настрой хороший, а ЕГЭ – это просто испытание, которое нужно пройти. Ни пуха, ни пера. Спасибо. К черту. Пункты проведения экзаменов оборудованы видеонаблюдением, рамками металлоискателей, оборудованием для печати заданий и сканирования работ. Проведена огромная подготовительная работа, поскольку около двух тысяч выпускников сдают ЕГЭ на территории республики. На протяжении всего проведения экзамена у нас будет и работает уже сегодня телефон горячей линии. Поэтому по всем интересующим вопросам, связанным с организацией проведения ЕГЭ, можно позвонить на телефон горячей линии. Мы полностью готовы к проведению единого государственного экзамена на территории Карачаева, Черкесской республики. Данный вопрос находится на контроле у руководства республики. Мы желаем успехов нашим выпускникам. В этом году сделано все, чтобы все ребята, собиравшиеся поступать в ВУЗ, смогли это сделать. Поэтому на август запланирована и вторая волна ЕГЭ. Сдавать его смогут те, кто по различным причинам не смог принять участие в основной июльской волне. А зачисление в ВУЗы пройдет, когда будут обработаны все экзаменационные работы и получены итоговые баллы. Мураджан Тюзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии началась жатва зерновых, и жаркая погода благоприятствует уборке хлебов. В СПК «Тахтамыш» побывала съемочная группа вестей о уборке злаковой культуры. Репортаж Аллы Динаевой. Спелые золотые колосья пшеницы клонятся к земле, чтобы зерно не перезрело и без потерь собрать урожай. Хлеборубы СПК «Тахтамыш» в агротехнические сроки начали жатву. Вот самая жаркая пора. Это у нас сейчас уборка урожая. Основной акцент ставится на то, чтобы своевременно убрать и качественно убрать наше зерно. А урожай какой? Урожай на сегодняшний день ориентировочно в районе 50 сантиметров с гектара получаем. Это еще, как говорится, начало уборки. Еще полностью не можем сказать, что дальше так будет. Дальше, возможно, результаты жатвы злаковой культуры порадуют хлеборубов, а всего в СПК «Тахтамыш». Зимы в этом году занимают почти 500 гектаров. Площадь этого поля – 65 гектаров. Оберегали культуру от сырников, вредителей, болезней. Но погода внесла свои коррективы, рассказывает главный агроном этого сельхозпредприятия. «Сюрпризы погоды. Неожиданные заморозки были, что очень погодно повлияло именно на пшеницу. В итоге на сегодняшний день урожайность очень… Во-первых, из-за того, что нехватка влаги у нас уже на протяжении трех лет зимой практически снега нет. То есть это основная влага, которая нужна для выращивания, для сельского хозяйства. Это зимняя влага, то есть снег, которого у нас уже нет. И этой весной как-то неожиданно заморозки очень погодно, скажем, повлияли на качество, на урожайность и на качество зерна». Через пару часов хлеборобы завершат уборку зерна на этом поле и продолжат жатву на других площадях СПК Тухтамыш. А следом за комбайнами здесь начали дискование. Мы это проводим, чтобы максимально сохранить влагу почвы, рассказывают труженики села. С уборкой обычно мы справляемся за 10-12 дней, говорит главный агроном Расул Боисов. А для нашей съемочной группы находиться в такую жару в поле с непривычки сложно, но нас спасали облака, которые периодически прятали солнышко и становилось немного прохладней. Жатва обычно приходится на один из самых жарких месяцев в году – июль. Работать на солнцепёке от зари до зари. Работа, конечно, в высшей степени тяжёлая, но с этой задачей хлеборобы справляются. И благодаря им у нас на столе каждый день есть хлеб. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!